ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР Число участников увеличивается в два раза, фестиваль транслируется по всему миру, а гран-при достается участнице из Беларуси Юлии Гусевой. С каждым последующим годом увеличивался престиж конкурса и зрительская аудитория. Росла и география участников. В 2011 году телеканал СТВ впервые осуществляет трансляцию конкурса. БОНЕС ЭРОС СИНЬОРИ И СИНЬОРИНА СЕЛЯМ ИЛИТЮР МЕТАЛИ Привет вам из Казахстана! Это трансляция Ялташая фантастическое зало. К этому времени Восточный базар перемещается в Ялту, в легендарный концертный зал юбилейный. БОНЕС ЭРОС СИНЬОРИНА Среди участников исполнители из России, Бельгии, Польши, Грузии, Турции, Кипра. Всего более 30 стран. БОНЕС ЭРОС СИНЬОРИНА И молодая певица Анастасия Кириллова. БОНЕС ЭРОС СИНЬОРИНА В 2012-м в Ялте собрались 28 заранее отобранных исполнителей. Из Италии, Македонии, Казахстана, Латвии, Чехии, России, Украины, Турции, Кипра и других стран. Телезрительская аудитория международного телевизионного музыкального конкурса «Восточный базар» увеличилась до 500 миллионов человек по всему миру. Вместе с многомиллионной аудиторией за происходящим в концертном зале «Юбилейный» наблюдали и зрители телеканала СТВ. Вместе с комментаторами белорусы снова болели за наших. Сашу Немо и Анастасию Шеверенко. Помимо конкурса, зрители могли наблюдать за подготовкой к финалу в ежедневных дневниках фестиваля на СТВ. Куча людей взвенчанных, нередей впереди, берегись, будет и пожар, пожар. В этом году бархатный сезон будет действительно жарким. Девятый международный телевизионный музыкальный конкурс-фестиваль «Восточный базар» вновь приглашает молодых исполнителей продемонстрировать свой талант и профессионализм перед многомиллионной телезрительской аудиторией и принять участие в соревнованиях опытных и профессиональных вокалистов. Сегодня «Восточный базар» – один из самых крупных фестивалей в Восточной Европе. Жюри и гости фестиваля – известные артисты-продюсеры со всего мира. Гран-при конкурса составляет 5000 условных единиц. Уникальность «Восточного базара» прежде всего в неповторимом колорите и гостеприимной атмосфере. Конкурсанты не перепевают мировые хиты, а исполняют народные песни, аранжированные в различных музыкальных стилях и направлениях, на языке страны, которую они представляют. Уже не секрет, что в этом году фестиваль будет проходить в уютном и живописном городе с древнейшей историей – Судаке. Участие в конкурсе примут более 25 исполнителей, среди которых и представитель Беларуси Дмитрий Сергеев. Среди членов жюри в этом году народный артист Беларуси – композитор Эдуард Ханок. Трансляцию финала зрители СТВ увидят в воскресенье, 8 сентября. А всю неделю в эфире подробные дневники.